Привет, Страж! С тобой снова я, Джон Лейни, а это новое видео о Destiny 2 Военный Разум на канале Triple Vibe. Сегодня я расскажу о пяти экзотических пушках, которые непременно должны быть в вашем арсенале для выполнения разного рода ПВЕ-активностей. Часто спрашивали о том, будут ли такие видео со списком лучшего оружия, и вот, наконец, первый ролик готов. Итак, без долгого вступления начинаем наш список с экзота Солнечный Выстрел. Об этом Револьвере уже выходил в восторженный обзор еще до релиза Военного Разума. Мощнейший экзот пришелся по вкусу многим игрокам, а теперь он стал еще круче. Если вы отправляетесь в ПВЕ-активности невысокого уровня, вроде фарма публичных мероприятий, затерянных секторов или на прохождение сюжетных приключений, смело берите Солнечный Выстрел. Это официально самое фановое оружие и самое эффективное в борьбе с толпой низкоуровневых мобов. Один выстрел и мощный взрыв разносит одного околита за другим. Проблемы с ним возникнут только разве что при битве с боссами, с мощными элитными мобами. Поскольку патронов в магазине, а точнее в барабане у него мало, перезаряжаться нужно будет часто, что может затруднить внесение постоянного урона пожирным врагам. Гравитоновое копье Прежде чем ты закатишь глаза со словами опять копье, я напомню, что в этом видео я говорю только о ПВЕ, и то, что этой пушки очень много вгорнила, не делает ее хуже для игры против сил тьмы. На самом деле свойства копья схожи с Солнечным Выстрелом, только вместо взрыва солнечной энергии тут пустотные снаряды, вырывающиеся из убитого противника. Менее разрушительными они не становятся, но зато запас патронов тут в разы больше, чем у револьвера. Да и дальнобойность у пульс винтовки будет выше, так что всяких гадов будет проще держать от себя на расстоянии. Я бы рекомендовал эту винтовку для налетов с пустотными модификаторами, ну и для более простых активностей, разумеется, тоже. Заодно попрактикуйтесь на отстреле кабалов перед походом с этим же экзотом в горнило. Дарси. Эта снайперская винтовка просто потрясна в ПВЕ. Самое главное, что вам нужно знать о ней, то что она наносит самое большое количество урона в крит врага. Больше, чем усыплящий симулянт, больше, чем катушка, короче, больше любого другого экзотика в третий слот. Дело в том, что ее специальный перк увеличивает урон, наносимый в голову почти в два раза. Если вы отправляетесь в сложный налет или рейд, Дарси теперь обязательно должна быть в вашем снаряжении на финальном боссфайте. Стреляете в голову и тут же получаете баф на последующие выстрелы. Именно с этой винтовкой завалить любого босса вам будет легче всего. Далее у нас усыпляющий симулянт. Конечно, я не мог не упомянуть нашего очередного возвращенца. Эта плазменная винтовка осталась все такой же мощной, и если бы не Дарси, о которой я упомянул ранее, то именно с ним бы мы ходили на каждого босса в игре. Тонна урона, хорошее эффективное расстояние и не такой уж плохой боезапас. Все, что мы хотим от нормального ПВЕ экзота, верно? И, кстати, сразу совет. Не стоит стрелять во врага прямой наводкой, стреляй от земли. Я этот лайфхак сам недавно только прочухал, но таким толком и урона влетит больше, и рядом стоящих мобов еще зацепить можно. Короче, полезная и простая фича, о которой, уверен, многие из вас не знали. Берите на вооружение. Буксировочная пушка? Честно, сам в шоке. Вот уж чего-чего о использовании этого экзота. Хоть в какой-нибудь активности я вообще не мог предположить. Над пушкой смеялись, с ней устраивали какие-то нелепые нарезки из горнила. А она, как тот забитый ботан из твоей школы, подрос и всем показал, что без него будет тяжко. Тяжко проходить на лед и сражаться с большими парнями. Как работает это оружие теперь? При выстреле в противника, вы бафаете его на пустотный урон. И дамага от ваших гранат, суперов и оружия будет влетать в два раза больше. В два раза! Так что, если вы оказались в сложном налете, но в вашей команде есть парочка варлоков-войдволкеров, то смело экипируйте этот дробовик и на битве с боссом увеличивайте урон перед тем, как локи начнут ультить. Таким образом, вы будете выносить боссов очень быстро, так что больше не стоит недооценивать эту чудную пушку. Вот такой список получился. В следующий раз я составлю список самых интересных пвп-экзотов. Так что, не пропусти и новые видео, подпишись на канал, поставь лайк и нажми на колокольчик. До связи!